все в эфире всем добрый день всем привет всем добрый день приветствую мы как обещали повторяем еще прямой эфир практиковать это будем сегодня мы хотим поднять тему о сборах так как идет время как раз такое и именно сразу приготовьте может есть какие-то вопросы по поводу этого почему потому что мы столкнулись с тем моментом что не всем понятно до чего они сборы куда выбрать на эти сборы поехать и что они в себя включают эти сборы поэтому мы сегодня вылетели приоритет именно сегодняшнего вопроса именно сборы вот так как вы наверное кто уже наблюдает за нашей деятельностью вы знаете что у нас сборы есть баку есть в казани естественно мы все равно будем выбирать какие-то еще другие территории опять-таки для чего это нужно для того чтобы развивать адаптацию спортсмена к различным климатам различным условиям вот поэтому я не знаю может быть есть вопросы какие-то кто знает вообще какова цель сбора любых спортивных сборов пока я буду говорить может быть вы какие-то свои вопросы задайте потому что основная цель сбора основная это готовить спортсмена к определенным нагрузкам перед соревновательными процессами перед задачами поставленными технического плана да то есть лучше что-то в технике и естественно самым важным третьим это огромное наверное важный вопрос это самостоятельности спортсмена насколько он с этим справляется грузом и мы сегодня может быть еще поговорим особенность наших сборов потому что многие задают вопросы да многие задают вопрос для чего вообще нужны психологи ваши родители пишут зачем ребенку психолог наши профессионалы отвечают на этот вопрос потом родители опять задают вопрос а зачем родители нужны психологи спортивные которые родители если летит с ребенком или едет на сборы то есть вот сейчас может наш наши профессионалы могут ответить для чего нужны И вообще, в принципе, спортивный психолог на наших сборах. Именно мы берем, мы не берем другие школы, мы не знаем, какие там сработают специалисты. И поэтому мы сейчас именно говорим, что входит в наши. Ну вот как раз-то отличительные цели сборов, ну, например, наших, оно идет в две цели. Первая, конечно, самая основная цель, так как это плавание, это спорт. Это, естественно, важная цель подготовка к профессиональному спорту. Потому как мы и сама школа профессиональной подготовки спорта по плаванию, это цель основная. И поэтому, кто хочет свой повысить профессионализм, это одна из целей попасть сюда. Потому что здесь тренера профессионалы. И, естественно, мы ведем психологическую подготовку плана спортивного. Не то, что мы будем там копаться в мозгах, не путайте нас в психиатрии. Это психология определенно педагогическая, это психология спортивная. Это психология, где идет разбор именно, какие качества нужны для ребенка. И еще самое важное. Вы отправляете детей далеко от себя. И поэтому очень важно правильно организовать педагогический процесс всего внутреннего процесса этого сбора. То есть, чтобы дети были дружные, чтобы дети знали, как какой-то конфликт разрешить, чтобы это же какого-то рода еще как лагерь. И как там сдружиться и не получить минус. Потому что от многих сборов часто дети уходят с минусом. А нам этого не нужно. У нас цель определенно, чтобы ребенок получил здесь положительный опыт. А если и был отрицательный, то он знал, как с этим быть, как с этим сработать. То есть, произошла ссора, произошло непонимание с тренером, произошло непонимание внутри ребенка с ребенком. Это важно уметь разрешать вот прямо здесь и сейчас. А не потом, когда дети уезжают домой и начинают рассказывать, что там было. Это одна из которых цели нашего присутствия и на сборах. И потом у нас вторая цель наших сборов, это где могут дети не обязательно, которые прям профессионалы. А которые, может быть, еще хотят разобраться о нужном мне плавании. Посмотреть с этой стороны на чемпионов наших. А как это вот так достигать. Потому что там мастер-классы, там делятся они опытом, они рассказывают этот путь. Потому что, я согласна, очень трудно выбрать навсегда, на всю жизнь именно быть спортсменом. Это еще раз для чего нужно попасть на сборы и пожить в этом. Например, тут сразу вопрос последовал. Там еще до этого были. Что значит, что значит, ребенок уходит с минусом? Ребенок уходит с минусом, объясняю. Сейчас другое. На этот вопрос, что значит с минусом? Например, у него произошел конфликт внутри, ну, если этот мальчик, да, внутри коллектива с другим спортсменом. И, например, он не умеет его разрешить, его обидели. Многие могут сказать, ну и что, пусть он учится разрешать сам. Хорошо, если он это умеет, и вы как родители несете за это ответственность, и он это сделал. А представьте, он не знает как. И он не сможет сразу отреагировать. А это дети, и это не значит, что мы будем готовить какие-то просто идеальные, не знаю, исключительные отношения. Всегда может быть конфликт, всегда. И минус это, когда ребенок не знает, как его решить. Вот этому мы учим. Произошел конфликт, мы должны его решить. Он, например, не смог справиться с нагрузкой тренировочного процесса. Вы понимаете, что вы на сборы попадаете к другему тренеру. Это другая нагрузка, другая методика. И вдруг он не знает, как к этому адаптироваться. И он звонит маме, папе. Мама, папа, ты представляешь, мы там столько плаваем, мы там такое, а вас нет. И если в этот момент не объяснить, не адаптировать ребенка правильно, то значит он унесет минус. Он предыскажет, что это было ужасно. А вот это и есть минус, когда ребенок уходит со сбора с этим ужасным ощущением. Вот Елена написала, скажите, пожалуйста, как вам попасть на сбор, как к вам попасть. И как раз они из другого города. Вот мы как раз и ведем тему насчет сборов. У нас есть выездные сборы, где дети со всех городов России, не только России, к нам приезжают. То есть у нас и из других стран уже приезжали, из Казахстана, из Турции. То есть у нас большой опыт, во-первых, работы не только с иностранными спортсменами, но и с детьми с ограниченными возможностями. Казахстан, Киргизия, это все, которое, с Туркменистана, пожалуйста. Это как раз-то мы и хотим сказать, что тут нет ограничений, что только Россия или только Татарстан. Мы как раз заинтересованы, чтобы дети, еще одна цель, общение, другая ментальность, другая культура. Вы знаете, какой-то огромный опыт, во-первых, и солидарности, и умение вот так дружить, развивать. Это еще одна из целей, где кто не хочет, может быть, именно профессиональный спорт. То есть здесь мы именно агитацию проводим спортивного и здорового образа жизни. И не только физического, но и морального, именно психологического. А это тоже большая проблема на сегодняшний момент для нашего мира вообще в целом. Также у нас у одного из тренеров есть полностью вводение английского языка. То есть мы можем принимать спортсменов, как мы уже сказали, из других стран. И спокойно этот ребенок может тренироваться и понимать все, что ему говорят. Контакты есть, кто хочет. Контакты, кто хочет, прямо вот в Инстаграме есть. Может, ты да. У нас есть официальный сайт, mychamps.ru. То есть там написано все о нашей школе, о каждом тренере, о директоре, о психологах, о бренд-менеджере. То есть все-все-все у нас есть. Это все доступно для ваших глаз. Мы поэтому пришли в прямой эфир, потому что, наверное, родителю надежно увидеть воочию, да, какие мы, что мы себя представляем. На сайте есть, да, вся информация о нас. Вы до сборов можете задать любые вопросы. Образование, да, у меня два высших образования, психологическое, педагогическое, дефектологическое. Также и у Раши Драфиковича, который, психологическое образование идет как вот именно первое, техническое. Это очень хорошо, потому что программирование, это совершенно отдельный, наверное, русло. И который психолог как мужчина, потому что многие говорят, опять психолог женщина. Нет, у нас и женщина-психолог, и мужчина, который может и с мальчишками решить вопрос, а я и с девочками, это отдельно. И потом сейчас вопрос, почему нас так много. Вы представьте, мы нацелены на каждого ребенка, а не так, чтобы была масса большая детей, и на него был какой-нибудь один или два тренера. Именно тот, кто занимается каждый своим делом. Тренер своей замечательной, трудной работой тренерской, администратор, который наблюдает, помогает детям прямо здесь и сейчас. Психолог, который отвечает за психическое, психологическое состояние. Вот вопрос, какого возраста, то есть на сборы, я бы уже отдала. Просто пока мы научимся плавать всеми стилями, много времени пройдет. Я уже с пяти лет ездил на соревнования, но у нас мало осталось нормальных тренеров. Ну, я думаю, раз уже можно. На наши сборы мы принимаем с восьми, да, даже с восьми, семи с половиной лет. Главное, чтобы более-менее ребенок умел водить четырьмя стилями. То есть остальное, это все задачи уже тренеров, наших профессионалов, которые стараются максимально помочь вашему ребенку, максимально исправить те ошибки, которые, в принципе, не получается исправить другому вашему тренеру. Но мы очень рады, что многие тренера положительно относятся, отправляя к нам на сборы. Потому что они действительно понимают, что ребенок возвращается совершенно иной. И это огромный плюс как не только тренеру, так и ребенку. И вот хороший вопрос. Как проходит один из дней сборов? Хочется представить, как это все происходит. Как у нас происходят летние сборы? Подъем, примерно мы встаем в восемь утра. У нас с утра идет зарядка, легкая пробежка, дыхательные упражнения. После мы идем завтракать. Естественно, перед этим мы моем руки после зарядки. Обязательно. Потом отталкиваемся мы от двух тренировок в день на воде по полтора часа. В дальнейшем мы смотрим на состояние детей, как они устали, не устали. Мы можем дать им отдых. Также у нас будет ОФП. Это общая физическая подготовка. Да, общая физическая подготовка. Между первой и второй тренировкой, естественно, у нас обед. Также и отдых. Порядка полутора часов. Полутора-двух часов. После вечерней тренировки у нас ужин. И после ужина у нас идет растяжка, общение со спортсменами. Также у нас будут групповые занятия с психологами. Персональные занятия с каждым ребенком, кто едет. Я спрашиваю, что такое персональные. Еще раз. Цель персональных занятий, которые включены в наших сборах, этого нет где-либо. Это не значит копание где-то там в их жизни. Нет. Это диагностика их способностей, их качеств. Где потом даются рекомендации, что можно использовать в спорте. И не только в спорте, а в жизни. Сильные, слабые стороны. И обязательно у нас групповые, где действительно мы занимаемся психофизиологией. Где они чтобы понимали, что такое мозг и как он управляет во время их всего процесса. На уровне, конечно, детского, не какого-то академического, да. А на уровне ихнего понимания, их интеллекта. И у нас делятся на тренировках группы, именно чтобы было понятно. Профессионалы сильные, они, естественно, даются нагрузку большую. Которые менее, они даются меньше. И вот у нас это все сливается в единую систему. И поэтому от этого, конечно, результат. Он во всех планах результат. И он не может быть результата, не быть. Кстати, сегодня я не сказала. У нас Крюков Егор, который на сборах был. Он сегодня принес грамоту, которую в школе. Он занял второе и третье место. Мы очень довольны. Он с нами как раз едет в Баку. И был на сборах. Да, и был на сборах. И вот съедет дальше с нами. То есть, вот одна из целей, которые, да, это школьные соревнования. Но это радует и его. Это заряжает, когда до этого, вот, казалось бы, вот, ну, вот, что-то к плаванию было отношение. Как, ну, есть, оно есть. То есть, вот, вот, я забыл. Нашел свой плюс, да. Да, вы должны, можно добавить, вы должны понимать, что мы, наша школа нацелена не на массовость, а именно на индивидуальный подход к каждому ребенку. Поэтому на наших всех сборах в группе бывает не больше 15 человек. Даже если получается больше 15 человек, мы делим обязательно группу на две, на две группы. На группы. Да, и у каждой группы своя задача, у каждой группы свои цели. То есть, нет такого, что одни плавают, а вся, вся, вся команда, которая едет на сбор, плавает только одно и то же. То есть, в каждой группе дается равносильная нагрузка, которая нужна именно сейчас этому ребенку. Вот, Елена снова написала. А вот спасибо, тогда будем быстро учиться, баттерфляем плавать. Ну, раз вы с 5 лет плаваете, вы напишите нам директ. Я думаю, может, у нас разное представление, как вы плаваете. Про родителей не сказали, может же с родителями. Да, может же с родителями, да, еще. То есть, вы можете прямо с ребенком поехать его поделать. Это мы не запрещаем, это наоборот поощряем. Потому что вот второй вопрос, что это за занятия для родителей. То есть, мы делаем семинары и для родителей. И был вопрос, зачем это нужно, как зачем. Вы включены в процесс жизни. Вы как раз-то, бывает, больше тренера задаете вопросы и включаетесь в процесс. Вот именно для этого у нас включены еще занятия для родителей. Они обычно в конце всего сбора, где мы на основании анализа, как тренировался ребенок, какие у нас были результаты диагностик. И мы там как раз-то обсуждаем, что можно еще дальше для ребенка, как бы, вектор развития. Еще вопросы есть. Хватит ли детям этих сборов или надо дублировать, соединять два сбора? Вот это хороший вопрос. Например, когда-то по гимнастике мне задали такой вопрос, как бы, я задала вопрос. А часто ли у вас дети повторяются на сборах? Она говорит, зачем вы, что их так много, у нас меняются, у нас нет постоянных. Я говорю, знаете, это минус. Для нас плюс, это когда на сборах как можно больше приезжает постоянно, возвращается. Потому что говорим искренне и честно, чем чаще попадает ребенок на сборы, он включен в систему. Он действительно знает, от чего оттолкнуться и идти дальше. Потому что чаще всего бросается то туда, то сюда, то там, то там. Это совершенно разные методики, разные люди. То есть мы преемники, чтобы ребенок вернулся еще раз и еще раз. У нас такие есть, которые, в принципе, потом и переходят в школу, вообще сюда, в Казань переезжают. Вот, ну вот, Камил написала, что вы делаете на сборах? Ну, у нас как раз тема семинара. Вот, если вы, может, только подключились, то посмотрите его заново. В записи есть, что вы делаете? Да, и мы там подробно все расскажем, что мы на сборах делаем, даже и распорядок дня. Вот, а вы откуда? Мы сами, наша школа из Казани, но также мы проводим, вот, летний сбор у нас будет в Баку, в Азербайджане. И это июнь-август, а в июле у нас будут в Казани сборы, да. Вот здесь как раз, откуда мы ведем эфир. Да. Так же вы можете ребенка своего, так же, как поехать с ребенком, так же вы можете отправить, мы обязательно в Баку встретим вашего ребенка, можете не переживать, он будет с нами, он будет, то есть все в порядке с командой. То есть, если нет у родителей возможности, да, поехать с ребенком, то есть вы можете спокойно его отправить с нами, выезд будет либо из Казани, то есть вся команда вылетает из Казани в Баку, либо если команда вылетает, вы отправляете ребенка, мы там его встретим. Возраст детей у нас от 8 лет на сборы мы берем. Да, превысходит, что он плавает четырьмя стилями. За это время вы сможете выявить какие-либо ошибки у ребенка? Да, конечно, мы сможем как технические, так и психологические. Это же ошибки, а как я и сказала, слабые и сильные стороны. Вот это надо знать о ребенке. Не ошибки, а слабые и сильные стороны. Ну, у вас очень хорошие каждодневные истории, спасибо. И вот Алсу спрашивает, 14 лет, есть дети? Да, конечно, есть дети у нас даже. Уже записались. Уже 18, приезжайте. Потому что мы же говорим, у нас цель как и профессионалам помочь, подкорректировать. У кого-то не получается сделать КМС, мастера спорта, пожалуйста. Мы нацелены же не просто так, как бы на только пропаганду и увлечение спортом. Даже это есть. То есть, кто хочет увлечься, к нам. Кто хочет профессионально подкорректироваться, тоже к нам. Как раз таки вот 12-14 лет, это вот средний возраст сбора. Да, да, да. В основном. Но были и самые маленькие, которым буквально 7-8 лет было. 7-8 тоже есть. И 18-20 были. Вот поэтому у нас много, потому как вот на все, вот это вот все детей надо охватить и поэтому на столько. Потому что иногда тут вопрос, почему у вас, зачем. Вот поэтому. И когда о цене говорят, вот поэтому цена такая. Потому что либо делать качественно и хорошо, либо не делать вообще. Вот. Поэтому мы за качество. Дети набираются и поэтому у нас, почему мы говорим побыстрее, потому что закроем, так как это связано с билетами. Мы не можем за один день говорить нашим, кто занимается, от нас требует уже сейчас даты, потому как надо брать билеты. И чем они раньше, тем это дешевле. Сколько лет может заниматься вашей спортшколе? Так, ну у нас нет предела. Предела нет. Предела нет совершенства, да. Мы любим трудности, любим помогать любому ребенку, любому спортсмену. Как я и говорила, у нас огромный опыт работы с детьми с ограниченными возможностями, которые приезжают к нам на сборы. Владислав написал, добрый день, в этом году едем на другой сбор, в следующем году будет сбор в Баку. Планируем. Планируем, да. В планах есть. В этом году получится. Мы вот сейчас тоже смотрим, какое наилучшее место выбрать для уже частых постоянных сборов. Мы тоже в этом заинтересованы. Пока для нас тоже Баку это первый опыт, и мы в следующий год будем смотреть. Если все устроит всех, и родители, и нас, и детей, значит Баку будет постоянным местом. Надеюсь, нам понравится. Еще есть вопросы? Могли бы Вы еще на своей странице публиковать психологические советы тем, кто живет в других городах, полезно было бы почитать и получить советы от профессионалов-психологов? Как мотивировать ребенка? Смотрите, на самом деле я как бы не заинтересована давать общих вопросов. Вы это можете в любом. За Google. Google и в помощь Вам даст общие эти ответы. Мы индивидуалисты, и мы больше нацелены вот индивидуально каждому дать. Вот сколько детей, столько и советов. Кто-то там харизматичный такой, весь подвижный, гиперактивный. Ему будет один совет. Кто-то наоборот гипоактивный. Вы не можете его расшевелить. Ему будет другой совет. Кто-то включается просто какие-то процессы. Говорит, он у меня какой-то вообще особенный. Я говорю, а что такое особенный? Значит, к особенному надо другой совет дать. А такие общие, знаете, тратить время и Ваше, и страницы Инстаграма давать общие советы, как поступать в спорте и мотивироваться, и так много мы уже на этот вопрос отвечали, нет одного ответа. Вот приезжайте, и по отношению Вашего ребенка будет, наверное, какой-то индивидуальный ответ. Мотив зависит от многого. От того, какая нервная система у Вашего ребенка, тоже от этого зависит его мотив, как его можно, как его состимулировать. И зависит многое от того, в каких условиях живет, в какой ментальности, какой традиции, даже какой национальности. Вы понимаете, это от этого очень много маленького нюанса. Мотив – это такой взрыв маленький, и его нужно настолько спланировать, настолько дать правильно каждому ребенку, чтобы его завести, чтобы он взорвался. И он также сиюминутно уйдет, потому что нужно другой мотив искать, смотря для кого, для чего, и тогда это будет правильно. Зачастую ребята, которые приезжают к нам на сборы, их тренера не видят, насколько ребенок, на самом деле, у него есть скрытый талант. Да, да. И его откидывают так вот. Да, и на него просто не обращают внимания и думают, что из него ничего не получится. Но когда они к нам приезжают, мы понимаем, что действительно внутри ребенка кроется такое сокровище, такой талант, что просто нужны люди, которые смогут раскрыть этот талант. И мы удивляемся. Да, мы удивляемся, как вы в этом ребенке можете не видеть такой талант, такой огонь. Вот этот ресурс, который в каждом ребенке есть, в каждом. Он есть, правда, в каждом. И, наверное, кто к нам приезжал, наверное, согласятся, что они это увидели. В каждом ребенке, который был здесь, мы, надеюсь, зажгли эту звездочку, которую, естественно, потом нужно поддерживать, нужно дальше этот вектор развивать. И вот этот вопрос, а что дальше, дальше, ну, требовать от тренера, требовать того, что вы здесь увидели, стремиться к этому, то, что вы увидели, поняли и узнали. Вот это не разрешается, когда вы знания получили и живете опять по-старому и действуете по-старому. Ну, да. А смысла в этом нет? Смысла нет. Если к нам, значит жить по-новому. Вот Наталья Варзегова как раз присоединилась и написала, что они у нас были на сборах. Здравствуйте, Наталья! Варечка, привет! Варваре, привет! Недавно мы с ней выполнили третий взрослый разряд. И вот она рассказывает, что приехали первый раз на сборы в ноябре 2018 года. Было Варваре 9 лет, вообще без разрядов. Выполнили в декабре 2018 первый юношеский разряд, а еще через 4 месяца третий взрослый разряд. Да, вот, Варвара уже не раз наши сборы посещала. Вот постоянный, да, наш спортсмен, как правильно сказать? Можно сказать, спортсмен нашей школы. Да, да, да. Подопечные уже, даже подопечные, которые мы с удовольствием ждем. Я говорю, мы поощряем, чтобы дети возвращались. И мы хотим сделать так, чтобы ребенок еще раз хотел вернуться. И родители в том числе, когда говорят, а что? Нет, и вы тоже родители. Если вы довольны родителям в большей части, то в большей части и ребенок также будет довольны. Потому что, ну не в том, вы не поймите в том, чтобы не в угождении дело. Угождать никому не будем, однозначно. Потому что я еще раз как раз вот один момент отмечу, что многие на сборы едут потусоваться. Нет, ребят, можете к нам тусоваться, не ехать. Потому что одно дело здесь потусить, как бы сказать, в лагере, позагорать, отдохнуть там от дома, поменять обстановку. Ну да, может быть, это даже цель хорошая, но она такая второстепенная. Самое главное, что здесь мы учимся работать с удовольствием. Вот что важно. Работать обязательно. Отдых такой, рабочий отдых, так скажем. Поэтому первый деток такой, может быть, дом уже сюда. И многие как бы не готовые к этому, которые приедут отдыхать, спать, загорать, ну так поплавать в бассейнике там на открытом воздухе. И нет. Это спортивные сборы, и поэтому здесь увлекаем трудиться спортом. А это, ну это другой совершенно, ну другой вектор развития спорта. А, так вот еще написали. Здравствуйте. Понятно, что вы работаете с ребенком. А после сборов вы даете рекомендации тренеру? Ведь нужно отрабатывать полученные навыки. Мы как раз вот во время сборов эти рекомендации и даем. И после сборов есть рекомендации. Мы, во-первых, когда снимаем все подводную съемку, идет разбор ошибок ребенка на экране. То есть тренер садится, все рассказывает, все его ошибки ребенок. Подводная съемка. Да, либо записывает дневничок, либо он... Да, затем мы, конечно, в конце сбора и отправляем каждому ребенку и родителю это видео. Вот. Плюс в том, что мы сами, когда смотрим на экране его ошибки, ежедневно на сборе мы говорим и повторяем эти ребенку ошибки, чтобы он их больше не совершал. То есть нет такого, что мы показали и забыли, и не ходим, и не смотрим. К каждому ребенку идет индивидуальный подход. И мы стараемся, чтобы он не забыл свои ошибки, обязательно их справил и уехал довольный, сильный и самый лучший. Еще у нас включено посещение психологами самих тренировок, потому что одно дело, когда ребенок сидит вот так перед вами за столом или на семинаре. Другое дело, когда ваш ребенок на тренировке, где мы видим, как он справляется с трудностью, не справляется, где ему тяжело, где ему не тяжело, где он не слушается тренера, где слушается. И вот это мы определенно анализируем. То есть почему и как, и даем советы. Это обязательно тоже сопровождение психолога на тренировках. Вот. И по поводу рекомендаций психологических тоже даем. И поэтому, конечно, здорово, когда здесь родители, они слушают воочию. Но мы сейчас практикуем онлайн семинар для родителей, где вы прямо подключаетесь и прямо на семинаре можно слушать. Но это только для, кто едут на сборы. Кто едут на сборы, да. Кто нет, это отдельный у нас канал, где только для родителей, которые едут на сборы. Ну, для других-то и зачем, потому что вам будет интереснее знать о детях, о том, что нужно для них, потому что они будут здесь непосредственно, мы их видим. А для других вот такие прямые эфиры. Да? Ну, да. Так, еще, если как бы нет вопросов... Ну, тут не по теме сборов просто. Да, по теме нет. Да. Не по теме нет. Не по теме не отвечают пока. Вот будем рады видеть, потому что все ближе и ближе уже июньские сборы в Баку начинаются. Они набраны, но пока вот есть еще время, успевайте, записывайтесь. Будем рады. Со всех городов, со всех стран. Да, пишите в Директ, пишите на WhatsApp, Viber, Telegram, сайт есть. Любые контакты. Да, любые контакты, на все вопросы ответим, если они есть еще. И мы еще будем выходить в эфир, это не первые, готовьте вопросы, мы все равно еще раз выйдем, как и обещали. Даже после этого эфира, просмотрев его, можете спокойно так же писать опять в Директ, задавать вопросы, мы с радостью вам на все вопросы ответим. Вы были спокойны, что отправляете ребенка в нужные хорошие руки. Изучите нас, можете хоть под лупой, это тоже важно. Как раз вот какие даты. Даты у нас с 16 по 30 июня это Азербайджан-Баку, с 9 по 18 июля это Казань, молодежи центра Волга, с 1 августа по 15 августа у нас также Азербайджан-Баку. Вот, и зимой у вас бывают сборы в Казани, да. У нас ежегодно, да. На зимние каникулы мы с 3 января обычно начинаем сборы уже. Так, есть дополнительные тренировки на сборах. По желанию? По желанию, да. И как и психологические есть бывает иногда хотят желать дополнительно, так и тренировочные дополнительно. Кто-то родителей хочет отдельно записаться какую-то, получить консультацию. Пожалуйста. Даже онлайн консультации они тоже практикуются. То есть вы можете, например, договориться во время сборов, если вас нет, вы можете в онлайн консультацию записаться. Кто только присоединился, можете посмотреть прямой эфир записи, да. Но на этом мы с вами прощаемся. Всем спасибо большое. Всем спасибо, до новых встреч. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. Пишите.